180-й вебинар, а фактически идет постепенный сбор и анализ того, что должны проходить, преподавать в институтах. Все что угодно, кроме того, что надо там преподавать. Я знаете, в чем подозреваю? Я учился на металлурге, 90% это было напихано. Все в институте мы изучали. Знаете что? Атеизм. Вы поверите, нет? А вдруг и сейчас изучают? С тех пор, до сих пор, мне пришло в атеизм, хочется обливать. Даже не рвать, а обливать. Смотрим дальше. Я выделил только пару абзацов. Почему? Это тоже нужно всем. Еще раз, я готовлю не только очередную какую-то пятую или десятую книгу. Или там это, у нас уже с братом и с другими помощниками, 2700 фильмов. Поверите? Вот. А все это потом потребуется, ну, наверное, как-то систематизировать. Это уже не я буду делать. Так вот, эорация почвы. Это, смотрите, как звучит вроде умно. Перекапывая почву, даже, казалось бы, на незначительную глубину, ну, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы, и водный обмен. Разбиваем почвенную корку. Представляете, в чем подлость-то? Где собака за это? Дело в том, что, если когда-то кто-то посадил дерево, а дальше все время и дальше увидите эти слова. Черный пар, черный пар, черный пар, черный пар. Понимаете? Вот. Вы уже догадались. Дается совет, причем никто не сомневается, что вся почва, а это может быть сотка, полсотки, ну, оба часа-то-то, ну, как минимум полсотки. Так же. А перекапывать его трудно. А еще до 10-15 сантиметров это немало. Вот. И якобы мы увеличиваем воздушный обмен. И почвенную корку. Да, черный пар прошла. А у многих же, знаете что? А у многих-то это суглинок или глина. Прошел дождь. Вот. И вы знаете, какая корка бывает? Бетонного. Бетонной прочности, что семена. Потому что что? А в ней живущие. Не могут пробить ее. И тогда вынуждены вот делать то, что это. Перекапывать почву. Вот. А в голову не приходит, что вот эту проблему создали себе сами. Вот просто взяли, создали сами. Всю страну учат. Перекапывать. Бороться с почвенной коркой. И таким путем подавать туда воздушный этот свод. Получится и обводный обмен, и воздушный обмен. Вы только оставьте дерево покоя. Ну, косить сейчас легко. Раньше ледовками. Сейчас большинство косит этими бензокосами. Так. И все. Это же, ну, примерно в 50 раз легче, чем копать. Согласны? Да, где раз в 50. То есть, все, уже каторги больше нет. И все это не надо. И главное, человеку, которому, ну, кровь из носу надо сделать, это часть статьи. Вот такой вот. Еще даже все это читать, когда, да, уже немножко даже, вот, оказывается, одуванчик враг растения, дерева. Растение – это голяв, а одуванчик, парей, ползучий, это рядом, это как что-то такое микроскопическое. Вот. И получается, что это врагов опять надо уничтожить. А зачем все это было выдумывать, когда одуванчик точно так же попадает под косу? Так же? А помните, я говорил, несколько покосов – это несколько увеличивается, не уменьшается, дерево уже потребляет органику, а увеличивается, это, плодовитость почвы. Ну, помните, за счет чего. Вот. Постоянно после каждого покоса удается и снова и снова нарастает зеленая масса, а зеленая масса – это же растворимый азот. Так же? Мы это все проходили. Просто вот людям сказать, что делать нечего, для чего-то нужна статья. И для чего-то эта статья опять попадает в этот, как он называется. Ну, вот сейчас еще один, к примеру, приведу, не удержусь. Это свежее. Вот это вот, которое мне сегодня в 7.10 прислал мой брат Юрий Железов. Нажимаю. Вот. Он пишет, может пригодиться. Смотрите сюда. Внимание. Вот. Школа Андрея Туманова. Второй миллион участников. Больше миллиона, так? Ну, а у меня 10 тысяч 500. Куда мне против них? Ведь, понимаете, настолько замшелое мышление, которое поселилось в наших этих умах. Ой, не буду я время терять. Вы видите абсолютно убитое дерево. Слово убитое подходит? Это же не кора. Это же не камби. Я ничего не путаю. Это же не зеленый камби. Вот. И что вы думаете? Ну, догадайтесь. Опрыска тем, опрыска этим, опрыска тем. И опять причины не знает никто. А причины я вам скажу. Это уже не побелка. Побелка была раньше. Это тоже ошибка. Потому что побелка, она за зиму просто облетала. И большого вреда не приносила. Бесполезная, глупая, тупая побелка. Но когда сделали покраску, сейчас уже не берет. Торгашам надо продавать краску. И тогда постепенно, незаметно перешли на покраску. Так и пришла краска для побелки. Вот. И в результате что? Дерево перестает дышать. Внутри, снаружи-то не поступает кислород. А вот тот, кто белил, он же... Ему никто не объяснил. Вот эти вот миллион сто тысяч подписчиков. Ну, хоть бы кто-нибудь сказал бы человеку, вы забили все поры. Зимой дерево замерзло, потому что оно тепло. Вы знаете, что зимой? Вы сидите в автомобиле, в нем же тепло. Вы знаете об этом? Несколько градусов всегда теплее. Вы знаете, что такое парник? Вы знаете, что такое теплица? Да какого черта взять покрасить дерево для того, чтобы оно замерзло? Воздухообмен ноль. А скажи человеку, вот сейчас возьмет, брат Юрий меня слышит, он же и так все это знает без меня. Мы же фильмы месяца даем. Он возьмет его туда же, опять туда вот, где эти царствуют эти выпускницы Тимирязевки. Он идет, напишет, не надо было красить деревья. Вот сейчас меня послушает, ну, через неделю-две, ну, с учетом, что это будет на Ютубе, потом будет разложено по темам, еще будет там подписчиков. Вот последний фильм, обрезанный, там за два дня набрал 2000 просмотров. Кусочек про эти, про абрикос, там 2000 просмотров. То есть, приличное количество людей увидит. Но здесь со мной никто спорить не будет. Вот посмотрите, когда мы через два, пройдет два часа, мы перейдем в этот самый, как его, где вопрос-ответ, и там вы можете писать. Мне кажется, ни один не напишет, он может написать, железо ошибся, что это самое, что это освещено, так сказать, тысячелетним опытом. Я еще раз говорю, это уже покраска, это не побелка, она ничем не освещена. Она освещена только торгашами, которые вам суют эту краску белую. И в результате дерево погибает. И попробуй, мой брат, напиши, уважаемые там подписчики школы Туманова, ну, пожалуйста, я вам предлагаю, мы с железом там братом, мы считаем, что это ошибка была, что на самом деле этому же дереву спасти нельзя, надо брать пилу, понятно. Камбе не бывает такого цвета. А на будущее надо просто прекратить ее белить. Ой, вру. Белить вы можете, от нее толку нет, но и вреда нет. А вы же знаете, что такое побелка? Ой, да, побелка. Это кошелная и жизнь. Она жидненькая, она тут же смывается дождями. А вот это серьезно. Это серьезно. Вот и все. И что будет с тем братом, с моим, у которого уже с 72 года сердце какое? Догадывайтесь. Вот так вот. Вот вам один из примеров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok